Сегодня мы будем разговаривать про Amdynamics. Amdynamics такая система мониторинга. Те много у вас, работа с ними? А что у вас еще? Тоже не сильно много. Сначала такое небольшое интро, почему именно я решил рассказать про Amdynamics. Так интересно получилось, что это первый solution, который мы продали клиенту, которого мы еще не было. Все системы мониторинга у клиентов было уже давно. И за все это время это было первое. Мы были на амсайте, показали. Кто интересовал технические персоналы, они показали менеджерам. А этот самый Amdynamics, он очень-очень хорошо нарисован. Там бегают разные стрелочницы. Есть анимация. Менеджерам такое обычно нравится, наверное, они на это иклюли. Может поэтому. Я сегодня расскажу, поскольку у меня introduction, то для чайников лекция. Во-первых, что такое Amdynamics, как его поставить, сконфигурить, какие вообще варианты, с чем он может работать. Ну и в конце я покажу, как это выглядит на примере того, что мы используем в нашей работе. Если я залезть на бейцеппеде, то можно увидеть, что Amdynamics, какая-то американская компания, которая расположена в Сан-Франциско, сфокусирована в технологиях. Когда я пытался презентации, естественно, он мне ничего не сказал. Со всеми полностью описывают все возможности этой программы, что она может делать. На самом деле, этот tool, наверное, глубже всего, что есть у нас в проекте, он дает какую-то информацию о нашем приложении. Особенно это полезно в первых случаях, когда случается... Джейл уже не совсем нехорошо, но уходит 100% CPU и memory. И когда ты не можешь подцепиться к джей-консолью, снять хип-дамп или что-нибудь еще, чтобы потом его анализировать, потому что невозможно здесь систему на пределе. Ну, Amdynamics это вот в силу очевает в процессе работы. И информации, которая есть в Amdynamics, обычно достаточно, чтобы идентифицировать, в чем была проблема. Во время презентации я больше буду касаться Amdynamics, как он для него действует с Java, потому что у нас проект на Java, ну, в самом деле, многое с чем может его действовать. Первое, что для того, чтобы мы запустили наш Amdynamics, нужно проеставить его контролем. Как вы видите, он не особо тейтблитель, его можно запустить на виндах этих контролем, на Linux. В чем самое интересное, что можно даже не обязательно на серверной части, можно на Windows 7, 0 или 8, которые объемская. В принципе, он на небольших решениях объемской части. Как раз, система тоже нормально себе работает. Amdynamics весьма прожорлив к ресурсам в плане именно контроллеров. Если агент практически не занимает никаких ресурсов, и ваш сервер его не ощутит, что он есть, буквально, в базовой комплектации, нажав на первых 32 мегабайта зумбий, вот, если у вас какая-то, там, супер-куперно крушенное приложение, рекомендуешься 4 мегабайта зумбий, то с контроллером ситуация намного вся сложнее, можно даже сказать, печальнее. Сам Amdynamics предлагает вот такую следующую градацию своего контроллера. Он его предлагает разделить на DEM-вариант, на котором можно заразить до 5 нот, которые будут мониториться, и это обычно одна аппликация. Small, до 10, видео, 2 и так далее. И если мы сейчас посмотрим на следующем сайте, то ресурсов вот эти вот программы потреблять очень-очень много. Ну, если с DEM-вариантом и со Small-вариантом еще все нормально, то если мы выходим на уровень Watch, тут же 24 CPU, но ему требуется, это очень-очень много и очень редко, кто такой себе нужно позволить. У нас сейчас на проекте мы работаем на меню контроллера. Ну, начинали это дело с DEM-а, потом очень быстро вылиценировали до Small, и именно DEM-вариантом мы и показывали сразу Small-контроллер. Интересной особенностью от DEM-вариантом контроллера является то, что он, кроме ресурсов, он еще очень сильно завязан на вашей iOS. Если у вас не сильно хорошо с лентами, это маленькая история записи или чтения, или какие-то еще возможные варианты, у вас его не получится поставить. Я, честно, проводил такой эксперимент, взял старый системник, это совсем ушатый, с ушатым винтом, попробовал поставить AdDynamics, но он сразу начал ругаться, и потом я немного почитал, про это делал, оказывается, на сайте нажав AdDynamics есть специальная tool lab, которую можно скачать, она под Windows и под Linux, можно перед началом установки ее запустить, проверьте, выдаст вам, на что ваш Winchester в данный момент способен. И будьте уже ориентироваться, можно вставить нельзя. Значения мы попробуем, те, которые они искали, это минимальное требование к ленту, чтобы это нормально работало, возможно, не стоит начинать, нужно искать, какой-то новый отсуток. Дальше, когда мы уже проинсталли наш контроллер, следующее, что есть дело, это, во-первых, нам нужно уже отключать наш клиент, чтобы собирать какую-либо информацию. Опять же, с сайта AdDynamics вообще выглядит, в принципе, очень просто. Скачал, заактивировал, добавил GV в аукцию, внес какие-то изменения в конфиг файл, и все будет работать. Сначала, потом, когда мы проходит, действительно, наш AdDynamics очень-очень простой, и если сейчас я покажу, как он конфигурится, пусть конфигурится действительно в пункт check-up. Заходим мы, ну, скачали уже наш zip-архив, положили его на сервер с приложением. куда-нибудь Факусом не плохо изучаешь, если хочешь вообще что-то показать, то это что выучили цифры. Ага, это да. Сейчас, секунду. В режим презентации был один, я видел, что здесь, то и там еще. Показать Windows. Windows. Два дисплея. Что ж, в итоге цевок. Да, да. Кто тут вообще? Эй! Спасибо. Мы уже скачали наш агент, все инстаряки агенты доступны уже в нашем сервере, и каждый раз, когда мы будем менять версию сервера, у нас автоматически будут обновляться у него агенты. Но, к сожалению, на конечных местах агент нужно обновлять только руками. Как мы его ставили? Разархивированный, берем наш сервер агент. Единственное, что меняется, это один конфигурационный файлик. Здесь, что мы указывали, все конфигурации агентов происходит в этом файлике, а в самом сервере мы ничего не конфигуруем. Здесь, как мы видим, указываем 1012. Это адрес нашего контроллера, его код, работаем мы без SSL. А вот следующие настройки, они очень важны, если мы используем один контроллер для разных аппликейшн разнообразных. Это у нас бета-сервер нашего интерфейджера. Мы указываем, что это бета. Дальше указываем тайн-нейм и указываем мод-нейм. По этим отличительным признакам мы потом и будем находить наш агент на дашборде агент сервера. После того, как мы все это конфигурили, нам достаточно в нашем веб-контейнере, который мы используем. У нас, например, на проекте сейчас это гласфиш. Мы постепенно от него собираемся отходить. Скоро, возможно, мы уже закончили игре в этом кат и войдем в светлые вещи. Не полно. Не полно. Не полно. Факт. Факт. Единственная настройка в веб-сервере, в случае с брусборсфишом, это мы добавляем единственную жилую аукцию. Вот, собственно, это наша жилая аукция, которую мы добавили. И наш агент будет стартовать, ну, или тушиться вместе с нашим аппликейшн сервером и все это время будет передавать информацию. То есть, из интересного, может кто-то так будет сталкиваться, грабли, на которые мы наступили с гласфишом, со звучи с версией 3. Это интересное, только связанное с обдинамиком. Когда мы добавляем эту строчку, после первого рестарта веб-сервера он никогда не страдут и выпадает во шрифку. Почему-то гласфиш делает публикат этой строчки у себя в конфигурационном файле текстов и не скакует. Несколько мы не проверяли, только именно с обдинамикс агента такая вот ситуация возникает. Неизвестно почему. И еще, тоже были на нами мак, обдинамикс абсолютно не друг с феликсом. То есть, нужно переконфицировать больше, иначе, опять же, после первого рестарта у нас все падает. Вот так вот. Ну, зато это делалось только один раз, и дальше он работает. И вроде как-то хорошо. То есть, таким же нехитрым образом мы будем усталивать. Мы будем усталивать не только application-agent, а еще и machine-agent, который тоже устанавливается на сервере. Распакован, также меняем конфигурационный файл, и он уже практически готов к работе. Только его нужно будет запустить. Если application-agent у нас стартует вместе с application-сервером, то machine-agent у нас нужно отправлять в автозагрузку. По какой-то интересной причине, у нас проект на виндах, поэтому больше будет винтов, тоже касаться конфиджератора. Официальный мануел на сайте обдинамикс советует ставить запуск приложения в task scheduler. Ставим его task и ставим его запуск при стартапе. Ну, мы на проекте сделали много не так. Мы сделали запуск этого агента. Не по шпы, мы его поставили в политиках. Таким образом, мы пошли от проблемы, когда учет, который будет использоваться в task scheduler, у него поменяются крены. И у нас при очередном рестарте ничем не поднимется. Если ставим в групповой политике, у нас это систем аккаунта, то проблему с паролем просто не существует в такой ситуации. Кроме того, что я говорил, что можно мониторить Java-приложение, можно мониторить сам наш сервер физически. Там динамикс может мониторить приложение написанное на .NET, может мониторить написанный сайт на PHP. И вот то, что я уже узнал, во время приготовления к этому выступлению, уже в бета-режиме он может мониторить Node.js. Сейчас, например, по суток в этом режиме Node.js можно мониторить бесплатно оказывается. Если запросить через... Все остальные накладные? Ну да. А сайт вообще, тума очень недешевая и у них очень хитрая ценовая политика. Очень. Очень. Заботишь на сайт, их раздел вроде как цивильный, есть раздел pricing. Заходишь туда и он тебе говорит, связывайся с поддержкой, цены, я так не скажу. Цены формируют уже, не знаю, по таким принципам. По голосу. По вежливости. Да, может повежливость. Еще с каким-то причином. Цены просто так и на два. А, и на. Если кто-то будет вязать динамикс для проекта написанного .NET, в принципе он тоже весьма общий адный, его можно мониторить, ну понятно, я делал любой EIS сервер, который будет стоять на 3-м, 8-м, 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 9-м и 9-м и 9-м сервере. Любой .NET, который уж очень древний, 1-м, 1-м, 1-м. Также он может подключаться к SharePoint серверу, если он будет использовать в качестве веб-платформы использовать EIS. Также можно добавляться на Windows Edge, потому что он будет подготовиться к этой публикации. Если кто-то будет с PHP работать, он может поддерживать все соблюденные версии PHP, 5.2, 0.5, 5.0, любую Windows-ориентированную операционную систему, хоть кто-то будет расцвет, как Syntos от версии 5.8, Google и GBA, различные PHP-фреймворки основные, которые только могут использоваться, ну и веб-серверах уже, то, что сейчас используется, может быть подключено к динамиксе. Ну и теперь, как это сооткорсия выглядит, как это работает, сейчас покажу вам. Интересно сегодня с тем динамикса является, что он не только тут запер динамикса, который помогает что-то там мониторить и как-то проблышутик, он еще оказывает очень большую помощь демелокерам. Игорь Михайлович, это наш. самый боевой сервер, на котором у нас мониторится production-нода, beta-нода, ну и другие проекты компаний, которые это заинтересовало. Тогда мы, так сказать, продали динамикса и начали его использовать еще на других приложениях, которые мы отношения не имеем, но все равно их добавили. Совсем хорошие. Спасибо. Спасибо. Что мы здесь можем видеть? Например, только мы завладенемся, список всего должен мониториться, сразу у нас есть health violation, у нас какой-то децентральный терминал бета сейчас себя не сильно хорошо чувствовать, и мы, наверное, на выходах нехорошо поступляли. Что мы сразу можем видеть, это первое, то, что я рассказывал, насколько красиво смотрится и то, на что клюют менеджеры, это не какая-то терминальная агентура не тутзади, а там статус красным или зеленым, все хорошо и все плохо, мы можем деситрисовывать, показывать какие-то данные, если с всем этим разобраться, можно получать очень много информации. Сейчас возьмем побольше терминалов, чтобы он показывал более интересные данные. То есть, что мы сразу можем видеть, что мы взглянем все так, во-первых, как наша аппликлуха выглядит, в каких частях состоит? Ваш аппликейшн сервер, наш пола балансер, красота, сервер, который открывает SMS и наша база данных, которые используются. Максим Михайлович. Редактор субтитров А.Семкинいつи Всем вероятнь. Мы можем выяснить, что не на пусты, сколько в полу-минуты идут в базе данных, в виде средств и не-респонс тайма между аппликейшн сервером и базой данных, но и видим также участки, которые касаются error, если у нас есть какие-то ошибки, то мы можем выбрать и потом их анализировать, как сосредоточить бороться. Если у нас здесь дальний список наших серверов, как мы это вообще можем использовать и использовать в нашем проекте? Да, есть подозрение, что что-то не так, оно уже сильно расширается и скоро-скоро начнёт падать. То есть мы всегда можем затем посмотреть здесь на общей картинке, всё ли со 7 минутами хорошо. Если предыдущая стол, можем посмотреть, когда мы зайдём на аппликейшн сервера наши, то здесь нам сразу динамик сотрясовывают, сколько у нас есть нод, которые повечены как шансы, если у нас есть сервер, и всё ли у них хорошо со здоровьем. Если будет что-то плохо, то можно навести, он всегда пишет, какая нода, если можно, насколько у нас нод немного, можно всегда развернуть и посмотреть, какую нода, что-то там нехорошо, то ли ЦПУ просело, то ли по памяти, то ли вообще сервер с базами данных просел очень сильно, и это потянул за сбоку все аппликейшн сервера. Можем посмотреть на примере интернл бэда проблемного приложения? Если я сейчас помню, когда у нас была проблема, а я покажу вам. А в красном, коля? Я показывать могу, но это у ханитов, с которыми работаем, я вам не смогу дать много информации, потому что я сам пейсягал. Подграшиваю. Вас все упало. А кто просил? А кто просил? Живо-живо! Скорее всего, ну, ты запиши вас, но у нас еще сейчас зеленое вам показывают. У нас сейчас зеленое, это просто раз, раз, раз. А, тут то и то еще. Я, ну, я, ну, вот именно все пропало, а наверняка это не запишировалось. Обычно я работаю в компа, но для других целей. Когда все плохо, нужно просто посмешиться. Не обращайте внимание. Сейчас все хорошо, надеюсь. А можно продемонстрировать как бы с интеграцией в Java? Это все показывает какие стандартные мониторинги? Сейчас мы к этому идем. Мы сейчас вышли в наше application сервер, там у него есть значок, оно, наверное, не сильно видно, да, смотрите, в Java сервере, там, синий значок, показывает, что это именно Java application. То есть, что здесь можно увидеть? У меня вопрос. Рядом со сквент сервером тоже показывает, что это Java application. А потому что там написали, там, что это Java, это Java application. А за счет тоже есть. Майкросос это держит в тайне. Там есть отдельный еще фенд, который может понимать, именно в базу профессионально. Что у нас будет? Что у нас будет? Спроссель по Java. У нас, до скорой, так, что все время у нас любится транзакция в снэкшоте, и если у нас... Ну, груздар жёстко даже все это. Часто была эта проблема, мы ее как-то пофиксируем, никто не знает, что это было, а как с этим было все. Мы заходим сейчас. Ждем потом, будет целые сутки последние. Майкфай, манеси, мы еще дальше. У нас все геосердные сутки. У нас есть, но да. Пофиксирует позиции. Есть. Дерекция. 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 Что здесь можно посмотреть? Здесь можно... Заблюдится. То есть, все время, когда у нас идут какие-то requests, запросы, приложения, это все собирается в динамиксе, и всегда, насколько я прошел за очень большой промежуток времени, я вам все еще не скажу, но очень долго хранить жанру, облинаются эти данные, ну сколько, сколько у него есть места, я так понимаю, да? Ширворотейши. Поэтому, если вы видите много низкого места, то можно охранить. За несколько лет, наверное, стихом будет. Такая вот история. На каждой транзакции можно посмотреть, что это было. Как это было? Сколько времени у нас пошло на на аппликейшн сервер? Сейчас пошло 34% с половиной, и на базу 65 с половиной пошло. Так же по проблемным каким-то реквайтом всегда можно доследить, то ли это аппликейшн сервер с байлукой, что-то с базой, куда дальше смотреть, по направлению искать и трогло шутить. Понимаешь, что это? Чем это шутить? Таким образом, это то, что работает наш application-агент, то, что он получает с помощью Java. Machine-агент, он распространен таким образом, что он собирает разные метрики, которые касаются именно, так сказать, железа. Вот у нас ЦБУ, память, и это потом связано с разными транзакциями, это вот список медленных и проблемных наших транзакций, с которыми всегда нужно поработать, чтобы улучшить наше бесплатное приложение. Так, что мы еще здесь можем интересовать? Машин-агент у нас. Все машин-агенты. Тоже интересно, если у нас есть машин-агент и есть application-агент, тогда все помещается в application-сервере, мы можем увидеть все в комплексе, как это у нас было. Как у нас и Java отработало, и как у нас в то время была ЦБУ, память. Ну, вот эту часть, в основном, мы используем для трабл-шутинга, ну, девелоперы тоже для улучшения разнообразных вещей в нашем приложении. То, что в основном используют именно для того, что нам может быть полезного. Это вот самое главное, это алерты наши. Перед тем, как настроить разнообразные алерты, мы можем, так сказать, фигурить, так называемые, ну, шаблоны, по которым эти алерты будут определяться. То есть, если у нас это алерт, например, 80% ZPU, 80% памяти, мы можем создать такой шаблон, потом пометить его как шаблон алерта, и потом скатфигурить, что это было e-mail или sms-рассылка. То есть, те, кто узнали, в режиме реального времени получали информацию, в принципе, мы могли нашу приложоку подхватить до того, когда с большим ровом он упадет, и мы получим массу негатива от кастера. В принципе, это уже срабатывало, мы такие сценарии отрабатывали. Не всегда, правда, получается, но мы не раз уже, когда нам приходили алерты, и мы успевали локализировать проблему, успевать ее до того, как у нас начинались совсем большие тормоза от движения финансовых движений. А, папа, приходи. Ну, это, как я уже говорил, они могут отправляться на e-mail, в принципе, можно подключить еще sms-рассылку новую. У нас, кстати, это не включим, но в США, например, это доступно, и можно этим пользоваться, и мы живем в США. Так, здесь, как мы контимурируем наши алерты. У нас есть 8 алерты, если мы сцепим overload, то у нас появляются алерты. Добавляются контимурии там, где были шаблоны. Назумали, поставили галочками, что у нас, по каким мы используем на этом алерте, что если у нас там будет relation-вольная терапевтика, все равно отправлять e-mail, можем добавить кому e-mail, и они будут отправляться. Всегда, например, доходите, всегда можно будет успеть наши какие-то шаги предпринять, чтобы это исправить. То есть, вот наш лсу, ру, который мы создавали в амбинадексе. Из коробочки, в принципе, здесь ничего нет, все нужно создавать. Даже не было ни одного, хотя бы тестов, чтобы посмотреть, как на его основу делать какие-то другие. Туда добавляли, и потом в экшенах дофигурируется, что делать при нарушении каждого рула. Или e-mail, или, например, другая смс-ки ссылка. Вот так вот, приблизительно, это выглядит, работает. Ну, теперь, не знаю, отвечу в смс на все ваши вопросы, какие есть готовые предложения. Как это просто поработать? И можно ли, например, поставить бенную версию, она бесплатна, да? Например, на один из пакентов и, скажем, на сервер и проистальтические места. Насчет плавно-бесплатно. Вот это вот Ordinary Pro. Он вообще плавный, но если связаться с поддержкой, они дают 15 агенты дневной триалу. И дают, я не знаю, может, конечно, какие-то ремеши есть, но, в принципе, можно запросить 100 агентов себе и application mesh, но они действуют только 15 дней. Это один вариант. Вариант второй. Есть так называемый Ordinary Slide. Он абсолютно бесплатный, но у него функционал очень хорошо врезан, отличается от такого. Это, чтобы, как говорится, рекомендовать, чтобы ознакомиться вообще, что это такое, поставить лайк хотя бы на пару дней. Посмотреть, есть варианты. Немножко сосводится, а потом можно запросить поддержку интервьюальные ключи на 15 дней и попользоваться это уже в том виде, в каком оно потом, в принципе, может работать. Как эта вторая часть программы с системой заключается к PHP? Вход самого PHP на сайте, можно посмотреть примеры. Добавляется определенный... Ну, определенный запись, там, что-то добавляется. Плюс на сервер ставится тоже агент, тоже конфигурируется, и таким образом он потом собирает информацию с PHP приложения и отправляет данные на контроллер, и ты уже будешь видеть. Если тебе новый слайд, для Java точно есть, а остальное мы не уверены, потому что не пользовались. Можем бы предложить? Машин рейджинг мае дуже багато моніторинг-экстенчингов. Фактично для Apache, для NGINX, SQA, Apocalypse, Redbit, Sony Compute. Для всего этого уже готовы моніторинг-экстенчинги, которые имеют метрики, и фактически можно их использовать. Плюс, начиная с версии 4, они впервые довезутся додать возможность запускать аппликейшн-эгент, не рестартующий основной чайной процесс. Как они этого добавляют, если Java они добавляют к Java? Я думаю, что мы справимся просто до самого процесса. Потому что у меня, например, на проекте, когда юзеры работают на доме с Jenkins'ом, с 500-й юзерами, очень давно не были старком. Ну это да, потому что мы когда делаем какие-то изменения, мы делаем не в бизнес сейчас клиента. И по-другому, конечно, у нас тоже. Когда у них все доктора на работе нажимают кнопочки, если вдруг что-то упадет, это будет нехорошо. Это будет плохая реакция от клиента явно. Активно смотрели аналоги от Dynamics? То есть, что есть на рынке и почему именно в Dynamics? Например, когда мы уже пришли на проект, у нас было довольно-таки много разнообразных блоков для мониторинга. То есть, у нас был такой себе спорт, у нас и кассия была, которая мониторит, но она больше как Dynamics Machine Game. Она мониторит транспортную память, может мониторить какой-то сервис на каком-то порту. Вот такое вот было. Был у нас, почему у нас подключен индивидам, который, сервисы, которые КАС, например, он мониторит, но он только на или он есть, или его нет. То есть, почему Google Chrome этот? Ну, во-первых, может так просто получилось. То, что Google подбросил Java Monitoring System, подключили, попробовали, вроде понравился, выдает все то, что нам нужно, поэтому зачем искать что-то лучшее, если мы уже прошли, и это устраивает и нас как Dynamics, и архитекторам тоже нравится. Поэтому особого ресурса такого бы не было, чтобы мы с вами попробовали. Потом все пропали, да? У меня было бы питание. Вы говорите про то, что там для каждой вузы, то есть там для отдельно-депозиса, для Java, еще ничего, все окрами агенты. То есть, что я хочу на одном костюме, не то же ты там килька компонентов, мне требует килька агентов ставить. Какие компоненты, например? Ну, к примеру, мускуль, еще что-то там, CPU, память. Ну, все подразделяется на рефишнагент, который работает с публикухами, то есть это Java, EIS, BNET. И есть машинагент. Машинагент мониторит CPU, память, плюс если к нему поставить addon, например, мы сейчас работаем с Redis. К машинагенту просто добавляется небольшое дополнение, Redis, этот плагин, и он уже мониторит у нас Redis. Мы можем, если нужно и мускуль, например, мониторить, еще и Redis, если не тут на одной машине получились. То есть мы ставим два. Одного плагина, и получаем, платим за лицензию одного машинагента, но мониторим сразу Redis, например. Другой вопрос. А есть ли у меня какая-то кастомная аппликация моя? Как ты ее мониторить с помощью обнезанных? Если там написано по Java, например? Нет. К примеру, даже на Rube или на Bectone. На Rube, да? Мы ставим тогда машинагент, и мы мониторим только то, что можно мониторить и машинагент. Я имею в виду, есть у меня аппликация, которая что-то делает. И нужно по ней вести какую-то статистику, она что-то умеет, какие-то цифры. Как мне с помощью AppDynamics я купил и хочу мониторить? Что мне делать? Ну, в случае с Python много информации. Это не важно, не важно, Python, не Python. Я хочу получать какую-то информацию. То есть можно контроллеры агрегировать эти метрики кастомные? Как это все делать? Мне нужно поставить какой-то агент, и смогу ли я сам что-то там на трапочку, чтобы оно ловило, чтобы не ловил. Своей extension это работает для ваших агентов можно? Ну, он закрытый, как и Windows. Вступаешь, он работает. Экстаншин будет открытый. Экстаншин на Rube находится, на Rube. Те, которые есть официальные, которые можно за финансайтом финансов посмотреть, они там пишут, что мы поддерживаем то, 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 то. Если нету, то, если есть желание большое писать, то, я думаю, все можно. Нет тебя. Нет, мне просто интересно, но сам процесс. Если я захотел пользоваться какой-то кастомным аппликацией, потому что мониторить стандартные вещи, которые в суде есть, это просто. Есть набор R-количества, чего нужно мониторить, для него написали какие-то агенты, а я хочу кастомным. Можно так вот сделать, чтобы кастомным аппликацией? На счет расширения плодина все можно. Кто их будет расширять плодины? Я не могу. Ты смысл нашел. Обращаться в Миндамбинг. Есть СДК и возможность подключать свои наработки в свои плодины? Я СДК ни разу не встречал. Возможно, можно спросить из СУСов, конечно, из Афтинамисов. Может, они и напишут, что у нас только под заказ. И он опять же будет закрыт. Да, возможно. Это специализированный ТУЛ. То, что мы покупали, мы купили то, что нам нужно. У нас на Java крутится, мы Java-агент купили. И машин-агент, чтобы мониторить, собственно, железен. У нас никогда не возникал вопрос, мониторить что-нибудь такое нестандартное. У нас, если можно сказать, со стороны Афтинамиса стандартное приложение, и никогда вопрос такой не вставал. Что он может мониторить? Там список ценно-агентов, может, там NGU тоже может быть. Ну, список очень большой. И вот то, что мы будем сейчас не играть, в ближайшее время, это мы будем не играть интеграцию с Redis, мы будем играть как раз с помощью этого блокина, который как раз на GitHub лежит. А как по поводу автоматизации? Есть какие-то уже наработанные, там, какие-то папы, модули, фокбуки, которые все автоматизируют, деплоимент арендов? Ну, там простой конфиг, там три строчки, то есть... Нет, одна строчка, вопрос. Если надо его поставить. Дело в том, что у нас, поскольку у нас всего сильно, как вы видели, с аппликейшенами пять штук, то есть у нас не используется автоматизируется. Он не требует инсталляции, распаковывается из анхива, то есть это практически, самый простой, так как на эфир, шар, шар. Это если его надо регистрировать на серии, на контроллер. А он автоматически регистрировался, когда я его стараюсь, я прописал ему у контроллера, там, айфишку, имя, плюс порт, и это как бы... Есть проверка, что у тебя в контроллере появилось, появился такер, значит, что если у вас машина... Ну да, у вас водит не пять, а сто машин. Вот. Здравствуйте, это не человек без денег. Можно написать свой. Там конфигн действительно очень простой. Мы понимаем, что... Я не искал, но поскольку он такой простой, я думаю, что там есть. Но это не что-то сверх космическое. Нет, а понятно, если ты платишь за продукт, то... Но ты еще будешь... ...дописать... ...все, и он будет тебе автоматически, все достаточно. Валя меня не стоит. Валя меня не стоит. Валя меня не стоит. Нет, да пусть будет хоть один параметр. Вопросы на организацию. Ребята, что-то не то говорите. Я не искал, а их там возможно. У меня с приложением просто папка, а приложение... Ну, как минимум, динамически то, что имя там не подставит. Ну, если вам нужно, то, что остается. Там надо что-то менять. Ну, в конфигнах меняется... У вас что-то динамическое там есть в конфигне? По-моему, имя я просто... Или моего... сервера, а? Сервера, на котором это все функционально. Как он будет отражаться в сервере? То есть, когда ты будешь смотреть на дашборде, на мониторинге, вот единственный проект, который нужно вообще менять. Ну, плюс, у вас же какой-то странный стат, то есть, вы не используете HTTPS, вам сертификат надо как-то раскладывать, если использовать HTTPS. Ну, если используем, у нас, у клиентов, понимаете, политика такая. У нас все, что до лот-балансера, то есть, все же в нашей сети локальной, у нас без пресса. То есть, когда лот-балансером, например, и authentication-сервером, у нас обычный HTTP трафик. После лот-балансера клиент уже идет пресс. Это все в VPN завел? Да. А клиенты сами кастомер-докторам? Как это? Они, значит, не глядят. Ну, аокинь-доктора там, ну да. Условно говоря. У нас, когда он подходит, он увидит там наш HTTPS, там, live-dentress-ascent.com. К нему идет все это ПС, трафик шифруется. Именно от лот-балансера до конечного кастомера. А вот между лот-балансером и внутри нашей сети, где все-все находится, а в динаме в том числе у нас все получено, что такой протокол, почему-то у нас не хотят, используя ТС, для влюбительного агмента трафика. Ну, в принципе, такая возможность есть, поменять, ну, вверх, SSL с холстом и потом добавить ему ключ и все. Нет, у меня вопрос был. У меня мой вопрос был, есть ли готовые наработки в области автоматизации? Ну, автоматизацию в основном по себе не использую, я не искал. Ну, написать, думаю, будет не проблема, если нет. Ну, написать для приложения, которое плавно как-то сделает. Кстати, вот, если интересно, у них очень хорошая поддержка, ты можешь купить, вообще ничего не разбираться, отдаешь им в саппорт ташки, а не будет уже под 3 сантиметра каким-либо тимьюером, он за тебя все сконфигурует, еще несколько раз скажет спасибо. Ну, второе утверждение, если у нас здесь не будет. Спасибо. С таким качеством сервиса. И если вы хотите? А вот ты есть перерывник, я так скажу, как у нас с аналоги, ну, это не просто, может с вашей жизни я... Это же, что я не купил шестайчик. А тут у меня уже, что я, что я с ним, а в рейсовом, с аналоги, на фрисовом, на фрисовом, на фрисовом, ну, ну, фрисовом, Ну, клиенту пора раз, нам пора раз, все собой, все больше. Есть? Да. У нас все вопросы? У вас есть вопросы? Есть ли вопросы? Дорогие, ребята, вы все-таки...